Девятая глава книги пророка Даниила В первый год Дария, царя Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господник Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнится над упосушением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих, и не слушали рабов твоих пророков, которые твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей у каждого иудея, у жителей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя. Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред тобою. А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон твой и отвратился, чтобы не слушать голоса твоего, и зато излилась, излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какое, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали голоса Его. И ныне, Господи Божий наш, изведший народ Свой из земли египетской, рукою сильной, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от города Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моления Его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, неумедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою перед Господом Богом моим о святой горе Бога моего, И когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал, Даниил, теперь я исшел, чтобы научить Тебя разумению. В начале моления Твоего вышло слово, и я пришел возвестить его Тебе, ибо Ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение. Семьдесят седьмин определены для народа Твоего и святого города Твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Субтитры создавал DimaTorzok